Мы видим, что Россия использует собственное военное присутствие как инструмент, в том числе и вмешательства во внутренние дела конкретных стран. Очень опасно этих людей пускать в свой огород. Главный источник угрозы – это экономика. От этого все зависит, и от этого нужно плясать. Добрый день. Это передача «Умные люди» в студии Андрей Александрович. Я, Ольга Шавела, газета «Беларусь и рынок». А у нас сегодня в гостях руководитель аналитического центра «Беларусь-секьюрити-блог» Андрей Поротников. Добрый день. И координатор программы «Внешняя политика Беларуси» Совета по международным отношениям «Минский диалог» Денис Мельенцов. Добрый день. А поговорим мы про перспективы безопасности Беларуси. Военное взаимодействие между Беларусью и Россией может дать фору многим другим направлениям сотрудничества. Осенью прошли совместные военные учения «Запад-2021». Совсем недавно были продлены сроки соглашений о размещении российских военных объектов в Барановичах и Велике. Оборонные ведомства двух стран договорились о создании совместного учебно-боевого центра подготовки ВВС и войск ПВО в Гродненской области. Вместе с тем, власти продолжают раскручивать антизападную риторику. А миграционный кризис, в котором увязла страна, похоже, только набирает обороты. Что все это означает для безопасности нашей страны? Кто наш друг, а кто враг? Рубрика «Блиц-опрос». Эксперты должны ответить на пять вопросов, не выходя за рамки ста секунд. А может ли государство в современном мире обойтись без армии? Да, если это маленькое островное государство. Насколько военная безопасность Беларуси зависит от России? В значительной мере, но не в подавляющей. Действительно ли НАТО в последний год стало более активно, как говорится, лязгать гусеницами у границ Беларуси? Нет, это ложь. Техническая составляющая белорусской армии соответствует требованиям и стандартам 21 века? А по заявлениям иностранных специалистов, которые наблюдали на практике, техническое состояние белорусской армии нет. Откуда сейчас, на ваш взгляд, исходит главная угроза безопасности Беларуси? Изнутри страны. Стала ли Беларусь более милитаризированной после 2020 года? Безусловно. Локальная холодная война – это подходящий термин для описания отношений Беларуси с соседними странами? Скорее, да. Как санкции и кризис отразились на ВПК Беларуси? Пока сложно сказать, но в меньшей, наверное, степени, чем на других отраслях. Молодые белорусы сегодня стремятся в армию? Не стремились и не стремятся. Откуда сейчас, на ваш взгляд, исходит главная угроза безопасности Беларуси? Безопасность – широкое понимание. Если говорить о безопасности в широком смысле, то она всегда исходит изнутри страны. Как страна управляется, как она отвечает на вызовы. Поэтому тут могу согласиться, что изнутри. Многие эксперты утверждают, что Беларусь, которая раньше являлась донором безопасности в регионе, сейчас стала точкой напряженности. Чем это обусловлено? Насколько долго это может продлиться? И что с этим делать? Ну, Беларусь... Для меня не совсем понятен смысл вообще этой фразы «Беларусь как донор региональной безопасности». Фраза «гуляет с нулевых годов», но не совсем понятно, в чем конкретно это донорство заключалось. В том, что Беларусь не создавала проблем для окружающих, ну, как сказать. Иногда и создавала, давайте вспомним, тот же миграционный кризис с чеченцами в Бресте 2016 года. А по поводу того, как наблюдаем ли мы какие-то там превращения Беларуси в качестве такого источника угроз для региональной безопасности, то, в общем-то, да, и во многом это будет, эта тенденция достаточно длительная, как мне кажется. Я считаю, что это такая новая реальность, которой Беларусь рассматривается в первую очередь соседними странами как источник проблем. И то, чему всегда риторически на словах противостояла белорусская власть, созданию неких разделительных барьеров, неких санитарных режимов в регионе, оно будет осуществляться. Оно будет осуществляться не вокруг России, а вокруг Беларуси. Ну, эту фразу как донор, тут, наверное, стабильность, донор стабильности, все-таки более такая расхожая фраза, которую употребляла и официальные лица белорусские, связана она с той позицией официального Минска по Украине, которая была, по крайней мере, до прошлого года, попытки способствовать стабилизации ситуации в регионе. Различные миротворческие усилия, инициативы, то есть, вот эта вот вся совокупность. Ну, и плюс то, чем белорусские власти постоянно, то, что они постоянно подчеркивали, как такое дополнительное значение Беларуси для Запада, это охрана границы. Сейчас ситуация, конечно, изменилась, но, опять же, если говорить о угрозах, то они не непосредственно исходят в Беларуси, они через Беларусь проникают в Европейский Союз, и здесь это на самом деле очень важно подчеркнуть, потому что не Беларусь источник, по крайней мере, миграционного кризиса. Беларусь здесь пытается, скажем так, провернуть какой-то такой воспитательный момент для Европейского Союза, для Запада в целом, продемонстрировать, чего Запад лишается, пытаясь дестабилизировать Беларусь. Я имею в виду миграционный кризис. Поэтому сейчас, конечно, ситуация очень серьезно поменялась, про донора стабильности и донора безопасности говорить не приходится, хотя, в общем, Беларусь официально, официально Минск продолжает подчеркивать, что в случае, если произойдет нормализация отношений с Западом, снимутся санкции и так далее, и так далее, то вся эта ситуация может откатиться на момент до 20. То есть, можно отмотать назад и жить поставлено? То есть, насколько я понимаю, официальный нарратив, он как раз такой, чтобы показать воспитательный момент, что будет, если с Беларусью не считаться, и оставляет окно открытым для того, чтобы после того, как будет... Андрей, вы согласны с этим, что можно отмотать ситуацию обратно, и все будет по-прежнему? Нет, конечно. А на ваш взгляд, воспитательный момент, он сам удастся? Ну, никто же не знает. Беларусь пробует. Удастся или не удастся, я не знаю, но, по крайней мере, сейчас в кулуарах западной дипломатии об этом всерьез задумываются, потому что есть очень большой алармизм со стороны Литвы, со стороны Польши. Есть проблематизация вот этого вопроса, и есть понимание того, что, в общем, в Беларуси власть официально контролирует ситуацию. Пока еще до переговоров даже неформальных каких-то дел не дошло, и вряд ли в ближайшее будущее, в ближайшем будущем дойдет. Но вполне вероятно, что вот эта миграционная проблематика, она может стать отправным пунктом для начала переговорного процесса с Западом в широком смысле, в узком, с какими-то соседними странами, по крайней мере. Но некоторые эксперты говорят о том, что Беларусь с этим миграционным кризисом может заработать больше проблем себе, нежели создать их для Запада, хотя бы в том плане, что здесь, в Беларуси, останутся многие мигранты, которые пытаются попасть на Запад. Насколько, на ваш взгляд, это реалистично? Эти мигранты, которые сюда прибыли, они прибыли не в Беларусь. Они прибыли с конкретной целью куда-то дальше. Но если они не могут попасть на Запад, то что им делать? Возвращаться домой? Почему же они не могут попасть на Запад? Граница проницаема, она очень пористая. Просто сейчас больше появилось новостей о том, что этих мигрантов заворачивают назад. Но это не значит, что они не проникают. То есть, условно говоря, если один, два, три раза у них не получилось, на десятый раз они все равно туда пробьются. Даже если они туда не пробьются на десятый раз, они вряд ли останутся в Беларуси, потому что для них здесь условия не такие, какие они хотели бы иметь. Поэтому, скорее всего, в Беларуси такого критического наплыва, конечно, будут здесь мигранты, они будут находить какие-то ниши, но такого критически-катастрофического наплыва мигрантов, чтобы они повлияли на внутриполитическую ситуацию, на экономику. Но пока говорить об этом рано, хотя всякое, конечно, бывает. Но они уже создают проблемы, уже есть факты краш из магазинов, когда люди просто воруют продукты, потому что у них закончились деньги. Так что по мере того, как просто проницаемость этой границы будет снижаться, она объективно будет снижаться в силу ее оборудования, в силу переброски туда дополнительных сил соседними странами, это именно криминогенное давление, оно может быть на общем фоне общей, скажем так, криминогенной обстановки и не будет сильно заметным, но конкретно за счет того, что просто эти люди заметны и сама тематика миграции будет заметна. Вот именно, скажем так, криминогенное поведение части или некоторых из тех людей, которые приехали в Беларусь, оно будет создавать и психологические, и политические проблемы. И очевидно, что на это как раз и основной расчет соседних стран, которые ждут и стремятся, скажем так, приблизить тот момент, когда эти мигранты начнут создавать проблемы для белорусских властей. У вас еще, вот я читала ваш блог, был такой момент, что и поляки, в принципе, сейчас тщательно досматривают все машины, которые въезжают в Польшу, и это создает огромные очереди на границах. Ну, это один из элементов давления, но на самом деле давайте вспомним, что тут какие-то непонятные люди анонсировали митинг мигрантов. Я, честно говоря, не владею арабским, я не готов говорить, на каком диалекте это написано, насколько это грамотно написано, написано ли это на литературном арабском, которым никто в разговорной речи не пользуется в арабских странах и так далее. Но смысл в том, что на территории Беларуси находятся тысячи, однозначно больше десяти тысяч, и на культурных, и на язычных мигрантов, которые зачастую надежды пожертвовали всем, имеется в виду, с каким-то материальным, продали имущество для того, чтобы вот купить этот билет в один конец. И как себя эти люди будут вести, когда они поймут, что на обратный билет у них денег нет, а этот билет в один конец оказался в белорусском тупике, на самом деле, это большой вопрос. Никакой стратегии для них со стороны белорусских властей, как с ними вести дальше, нет. Появляется периодически информация о том, что готовятся некие миграционные центры, куда собираются вывезти их хотя бы из Минска. Но пока что вот такого трафика из Минска в какие-то центры я лично не наблюдаю. А, но ведь раньше заворачивали же мигрантов. Ну, то есть, они ткались в границу, у нас их депортировали из страны, и дальше вот как-то не было вот этой проблемы. То есть, вот этот вот процесс заворота, в общем-то, он был отработан. Что мешает их сейчас заворачивать? Политическое решение. Отсутствие соответствующего политического решения. Раз, а второй вопрос. А может ли власть в текущей ситуации принять это политическое решение? Потому что одна история, когда Ирак вывозит своих граждан из Беларуси, а другая история, что сделать с гражданами Конго, что делать с гражданами Сирии, Ирана, очень много иранцев в Беларуси, Пакистана и так далее, и так далее. За чей счет будут вывозить их? Евросоюз на это денег не даст. Это принципиальная позиция. Но они же мигранты кому-то платят, чтобы сюда попасть. Хороший вопрос. Может быть, эти люди должны... А юридически у этих людей нет обязанности, там как бы обратный билет зарезервирован, но люди не явились, извините, он сгорел. Поэтому дальнейший вывоз за ваши деньги. Денег нет. Раздел цитатник. Эксперты комментируют заявления, сделанные в белорусских государственных СМИ. Патриотизм в нашей стране – это одно из главных наших национальных достояний. Ну и, конечно, можно с уверенностью сказать, что согласие, стабильность, безопасность в стране нашей будут сохранены. И гарантом это будет выполнять, конечно же, наша военная организация, государство и наши вооруженные силы в частности, как и ОССР. Но я не уверен, что наши вооруженные силы готовы морально и психологически выступить таким гарантом стабильности. Для этого надо иметь совсем другое качество и генералитета, и офицерского корпуса. Гарантом могут, конечно, опять же, смотря как рассматривать, с какой точки зрения эту стабильность. Можно говорить о том, что они в прошлом году выступили гарантом, когда часть, по крайней мере, армии была выведена на улицу. Если при существовании гипотетическом наличии внешней угрозы, ну, могут, да, потому что их задача – родину защищать. Что касается патриотизма, тут сложно ответить на этот вопрос, потому что по каким параметрам мы этот патриотизм будем замерять? Сейчас у нас полностью комплексами С-300 перекрыт периметр на западном направлении. Но, как вы знаете, у нас и южное направление добавилось. Нас начинают с юга подогревать. А что еще будет? Мы должны готовиться. 1200 километров граница с Украиной. Поэтому нам придется закрывать и этот периметр. Традиционная претензия белорусских властей к Украине в том, что якобы оттуда идет некий нереальный поток оружия. Но при этом почему-то в течение многих лет избегается сообщать, а какие же цифры этого нереального потока оружия раз, и какое оружие идет. Потому что то, что мы видим, скажем так, в СМИ официальных, это либо охотничье оружие, либо охотничьи боеприпасы, либо какое-то гражданское травматическое. Объяснения приблизительно такие. Я охотник, а тут надо было срочно выехать в Беларусь. И вот я там не посмотрел машину, эти два патрона у меня завалялись. Поэтому Украина это такая удобная пропагандистская страшилка традиционно для белорусского режима. Но какие-либо угрозы не подтверждены фактами. Снова, если разводить военную угрозу, невоенную угрозу, то действительно военной угрозы с территории Украины для нас и не было, и нет. С другой стороны, Украина присоединяется к санкциям почти всем, которые вводятся странами Запада. Соответственно, в глазах официального Минска это государство враждебное. И с этой целью и делаются такие заявления. Опять же, скорее, исходя из политической целесообразности, нежели действительно какой-то военной, либо управленческой. На сегодняшний день у нас есть миротворческая миссия. В Ливане мы выполняем задачи. В перспективе мы думаем развивать это направление и в рамках миротворческих миссий, и гуманитарных миссий. Это давняя история. В Ливане там, по-моему, около семи человек наших военнослужащих. Это военные медики, офицеры связи. И, в общем-то, заявление о желании развивать именно миротворческую деятельность, я пощеркну, в рамках Организации Объединенных Наций, оно достаточно давнее, и предпринимались определенные усилия в этом направлении. И есть определенные компетенции, которые могут быть интересны именно для миротворческих миссий. В частности, это и центр создан по разминированию, это и военная медицина, значит, осколочные, пулевые, взрывные травмы. То есть, Белоруссии есть что предложить, опять же, и почему нет? И есть законодательная база еще в начале 2000-х годов сформированная. Тогда же примерно была создана и миротворческая рота, через которую уже, в общем, через обучение прошли сотни, если не тысячи офицеров. Беларусь в свое время присоединилась и к партнерству ради мира в рамках НАТО, и потом вошла еще в более продвинутую программу ПАРП. Опять же, выделяла определенные контингенты сил и средства для участия в том числе в миротворческих миссиях под гидой НАТО. Но сейчас об этом, видимо, речь уже не идет. Но, по крайней мере, в Беларуси есть какой-то потенциал. Если действительно на это белорусское государство сделает ставку, то, в принципе, такое перспективное направление. Фактически просто состоялась пролонгация вот этого договора об аренде военных объектов на территории Беларуси и России. То есть, российских объектов на территории Беларуси. Что это значит? Как вы считаете? Это особо ничего не значит. Потому что это соглашение, точнее, два соглашения. Они работали давным-давно, середина 90-х годов. Для Беларуси они важны тем, что, во-первых, это демонстрация союзничества. Во-вторых, взамен на то, что Беларусь предоставляет свою территорию эти объекты, Беларусь получает, с одной стороны, данные о ракетной ситуации и космической ситуации, по крайней мере, с радара, который находится возле Ганцевич. Беларусы могут участвовать в боевых стрельбах на российских полигонах. То есть, насколько мне известно, сама белорусская сторона посылала запросы российской еще два года назад с тем, чтобы уточнить, будет ли Россия их продлевать. Потому что частично эти военные объекты, они России уже продублированы на своей территории. Поэтому, ну, не то чтобы опасения, но существовала такая, можно сказать, мысль, не собирается ли Россия, в принципе, от них отказываться. Ну, пока, как видим, нет, они сохраняются, они работают. Опять же, подчеркну, что это не статус военной базы, это военные объекты. Там в соглашениях прописано так очень четко, что это не является военной базой. Поэтому можно просто фиксировать статус-кво, что отношения с Россией в военном смысле, вот исходя из этого факта, они не ухудшились. Ну, раньше неоднократно, в общем-то, говорилось о том, что, смотрите, Беларусь размещает здесь российские военные объекты, да, то есть, мы форпост на западных рубежах России, да. Насколько вот сохранение этих объектов позволит дальше, скажем так, использовать этот факт для каких-то, я не знаю, получения преференций каких-то там. Ну, конечно, попытки будут, и, как бы, как сказал Денис, это часть общей повестки дня, инструмент получения уступок от Москвы, от Кремля в других областях напрямую с военной сферой несвязанных. И, в принципе, мы просто видим, что и торг был, я не могу согласиться с тем, что белорусская сторона сомневалась в том, готова ли Россия продлить, потому что, ну, Россия просто закончила буквально в 2016-2017 году модернизацию радиолокационной станции «Волга» в Ганцевичах. Соответственно, если ты вкладываешь деньги во что-то, что там через 4 года истекает срок аренды, то совершенно понятно, что ты заинтересован в том, чтобы дальше пользоваться этим объектом. Тут основная интрига, на какой период продлены эти соглашения, потому что сами соглашения нет. На 25 лет. Это официальное заявление? Ну, в СМИ написано, что да, на 25 лет. В СМИ в прошлом году указывалось, что Россия направила белорусской стороне запрос на 25-летний очередной период продления. Но ни Шойгу, ни Хренину, подписывая соглашение о продлении, не называли срок. Поэтому пока что, пока мы не увидим официальных каких-то сообщений, я бы все-таки постерегся говорить. На самом деле, как раз-таки, срок продления этого соглашения, он может быть очень показательным. Ну, и там есть еще второй документ. Была согласована военная доктрина, так называемого, союзного государства, которая не могла быть, не согласовывалась с 2018 года. Поэтому, конечно, это тоже элемент общей повестки дня в отношении белорусского режима с Кремлем. И это, в общем-то, подготовка переговорной позиции к запланированному высшему госсовету, так называемого, союзного государства, которое анонсировано на 4 ноября. Почему три года не могла военная доктрина быть согласована? Какие там подводные камни есть? Подводные камни, скорее всего, заключались в позиции лично Александра Лукашенко, которая была связана с его взглядами на состояние и перспективы белорусско-российских отношений. Давайте вспомним конец 2018 года. Это газовый конфликт, конфликт вокруг цены на газа в Петербурге на саммите, если мне не изменяет память Евразеса, который привел к так называемому интеграционному ультиматуму 2019 года. На самом деле, это был не ультиматум, а просто троллинг со стороны Кремля. Волна, что ай-яй-яй, вот сейчас Беларусь аннексируют. Но не сейчас, через неделю, но не через неделю, через месяц, в первом квартале, во втором, в третьем, десятом и так далее. То есть, политическая повестка дня, она тогда не была с точки зрения, как мне кажется, белорусского руководства, благоприятной для того, чтобы подписывать такой, в общем-то, достаточно знаковый документ. Хотя при этом есть и оперативные планы применения объединенной региональной группировки, которые согласованы, подписаны, и они вполне себе готовы к применению. Ну вот, после учения Запада-2021 было достигнуто соглашение о создании учебного центра в Грозенской области. И Сергей Богдан, например, сказал, что это прорывной момент в сближении двух стран и отказ от нейтралитета. Вы согласны с ним? Дело в том, что нейтралитета и так и так не было, потому что нейтралитет предполагает не участие в военных блоках, как минимум. Поскольку Беларусь член ДКБ, соответственно, нейтралитета в полном смысле этого слова у Беларуси быть в принципе не могло. Мы когда-то обсуждали в рамках Минского диалога такую концепцию как ситуационный нейтралитет, который предполагал, что Беларусь, оставаясь военным союзником России, она принципиально воздерживается от каких-то внешнеполитических шагов, которые, с одной стороны, противоречат белорусским национальным интересам, с другой стороны, которые являются, скажем, авантюрами России во внешней политике, она не обязана солидаризироваться с ней. Это мы наблюдали, например, на примере Крыма, Донбасса и так далее. Что касается того, что у нас там записано в конституции действующей, то здесь многие ошибаются. На самом деле там написано о том, что Беларусь стремится стать нейтральным государством, не являясь по факту таковым. Поэтому тут говорить о нейтралитете, конечно, не приходится. Немножко продолжая тему, которую затронул Андрей, тут на самом деле у Беларуси с Россией все очень взаимоувязано. И нельзя отдельно в отрыве от других треков, других процессов рассматривать, скажем, продление тех же самых соглашений по военным объектам, либо согласование-несогласование военной доктрины совместно. Это все элементы политического обсуждения, скажем. Когда в Беларуси с Россией кризис в двусторонних отношениях, то пробуксовывает он по всем направлениям. И тут опять же можно привести в пример ситуацию, когда подписывалось соглашение о создании коллективных сил оперативного реагирования КСОР в рамках ОДКБ. Тогда Лукашенко тоже очень долго не подписывал это соглашение, потому что все эти переговоры проходили на фоне очередной торговой войны между двумя государствами. Поэтому это все хорошо бы рассматривать в комплекс. А вообще ОДКБ, раз уж затронули, есть ли в этом смысл? Вот сейчас был конфликт на Горном Карабахе, столкновение Азербайджана и Армении. Насколько, скажем так, показателен это неучастие ОДКБ в этом конфликте? Ну, осмысленность вообще в этой организации участие Беларуси? Ну, гораздо более показательным стала киргизско-таджикская война на самом деле. И во время последнего саммита ОДКБ президент Кыргызстана поставил вопрос, а как себя поведет организация, если одна страна ОДКБ будет воевать с другой страной ОДКБ. После чего Кыргызстан закупил и бронетехнику, и турецкие Байрактары. То есть, совершенно понятно, против кого это закупается. Опять же, ОДКБ на самом деле не является классическим военным блоком. Это международная организация в сфере безопасности с универсальной компетенцией. То есть, у нее нет той жесткости, которая бы строго обязывала стороны в случае, если случается какой-то конфликт, однозначно выступать на стороне. То есть, на самом деле, это довольно аморфная структура, но она важна. Почему? Потому что, как сказал Денис, это является частью участия Беларуси в ОДКБ, является частью общей повестки не, скажем так, белорусско-казахстанских, белорусско-киргизских, белорусско-армянских, а именно белорусско-российских отношений. То есть, это еще один инструмент, когда можно сказать, что, ребята, ну вот мы как бы проявляем лояльность к вам в сфере безопасности, будьте любезны проявить лояльность в сфере цены на газ, например, наша вечная проблема в отношениях с Россией. Поэтому по поводу ОДКБ я бы сказал так. Не стоит преувеличивать роль ОДКБ в качестве какого-то ограничителя самостоятельности Беларуси. То есть, конечно, значительный корпус документов, которые там есть, они это закрытые документы. И, конечно, не видя их, довольно сложно уверенно об этом говорить. Но, тем не менее, судя по поведению других стран ОДКБ, судя по поведению официального Минска во время каких-то конфликтных ситуаций, ОДКБ не имеет механизма принуждения к какому-то, скажем так, четкому поведению своих членов. Ну, если не ОДКБ, вот в случае нападения, скажем так, на Беларусь, Россия может обеспечить безопасность Беларуси? Может, но захочет ли? Большой вопрос. Даже в случае ОДКБ. А вот учения, которые были в сентябре этого года, поправьте меня, если я не права, но, по-моему, там не было единого штаба, то есть, не было согласования, то есть, каждая сторона сама по себе проводила эти учения. Значит, для того, чтобы говорить сама по себе, не сама по себе, надо видеть общий сценарий учения. Мы его не видим. То, что они там показали, это филькина грамота на самом деле. Но, конечно, отсутствие общего руководства учения это показатель того, что, по сути, имело место два мероприятия. Ну, просто надо посмотреть, что предшествовало. Потому что традиционно, параллельно с белорусско-российским Западом Россия проводит свои стратегические учения, которые гораздо более масштабны, как правило, имеют открыто наступательные цели. И хотя на Западе оба этих учения рассматривались в качестве одного, причем белорусские как часть, интегральная часть российских учений, формально это всегда было два мероприятия. Но в этом году впервые эти учения белорусско-российские были включены, по сути, в российский Запад. И более того, произошла интернационализация самого Запада, потому что были приглашены для участия воинские контингенты еще восьми стран. То есть, вы не согласны с Сергеем Богданом, что в последний год произошло резкое, очень близкое сближение двух стран в военном плане? Если мы говорим про Запад, то как раз-таки последний Запад показывает достаточно серьезные проблемы в двусторонних отношениях. Путин, например, не участвовал, даже Шойгу не участвовал в такой, в показательной части этих учений, хотя обычно они и делаются для того, чтобы продемонстрировать, каким образом там два лидера государств, либо глав военных ведомств, они там между собой взаимодействуют и так далее, и так далее. Сейчас этого не было. Хотя, если мы посмотрим, например, учения, в прошлом году, которые были в сентябре, они как раз-таки показывают то, что Россия готова в случае чего защитить Беларусь. Там были и пролеты стратегической авиации, то есть, они фактически пометили территорию союзного государства. Там было и беспрецедентное и бомбометание там были, и высадка десанта, и очень быстрое развертывание, переброска из-за Урала. То есть, тогда вот действительно можно в этих учениях было говорить о том, что Россия... Ну, а чем объясняется то, что вот сейчас как-то охладели отношения, если можно так назвать? Ну, сложный вопрос. На самом деле сейчас тоже идут переговоры очень трудные. И по так называемым этим союзным программам, бывшим дорожным картам, там же продолжается торг, что и как будет реализовано. Очень большой вопрос, что и как, имел ли место тот факт, что Путин попросил что-то взамен своей помощи политической в прошлом году. То есть, ситуация не настолько проста. И вот тем, что демонстрируются в пиар-плане такие вещи, что ага, вот есть совместное учение, но совместного там на самом деле мало. Это тоже нам дает повод думать о том, что действительно в двусторонних отношениях не все так гладко. И вот этот традиционный наш торг, то есть такой модус операнди белорусско-российских отношений, это которые, когда они развиваются, очень так рвано. Есть демонстрационные такие периоды дружбы и миролюбия, и братства. Есть, наоборот, очень серьезные кризисы. И вот это повторяется постоянно. Так а что выторговывает Россия? Есть ли у нее сейчас стремление здесь свои базы поставить военные? Ну, опять же, нужно ситуацию эту всю рассматривать очень комплексно. Не только России здесь нужны, и не столько ей нужны военные базы, сколько ей нужна и показная лояльность, показательная лояльность. Ей нужно иметь рычаги влияния и гарантии этих рычагов влияния на политическую ситуацию в стране. Многим группам интересов экономическим, финансовым интересен доступ к белорусским активам. То есть, это целый комплекс взаимосвязанных интересов. То есть, если мы говорим про военное сотрудничество, то вы говорите, что не так важно России сейчас размещение военных баз, правильно? С военной точки зрения они, в принципе, здесь не нужны. С политической – да. Чтобы показать, что Беларусь – это каноническая территория России, что Россия может через территорию Беларуси угрожать странам Запада и так далее. В принципе, да. Это исключительно политический вопрос, это не военный вопрос, о чем Лукашенко неоднократно сам говорил. Ну, ему никто не верит, но вот он сказал вообще… Иногда он говорит правду, да. Ну, а российские, допустим, если будет российская военная база, это как-то поможет укрепить безопасность самой Беларуси? Это создает очень серьезные политические проблемы сначала на внешнем треке, а со временем и на внутреннем, потому что мы видим, что Россия использует собственное военное присутствие как инструмент, в том числе и вмешательства во внутренние дела конкретных стран. Поэтому я бы сказал, что очень опасно этих людей пускать в свой огород. Каждый из вас сказал, что основные угрозы безопасности Беларуси – это внутренние. Насколько сейчас эти угрозы устранены и насколько остро они сейчас стоят? Ну, основная угроза безопасности Беларуси – это все-таки качество государственного управления и неспособность, скажем так, правящей группы в текущей ситуации обеспечить экономическое, технологическое, социальное развитие страны. А это, в свою очередь, уже как бы влияет и на все остальное. Мы видим депопуляцию, мы видим отъезд молодежи из страны, причем отъезд не просто на учебу, а на постоянное место жительства. Валовый национальный продукт с 2011 года по 2019 в эффективных ценах с поправкой на инфляцию сократился на 13%. Соответственно, на такой же, где-то около 11% упали военные расходы. То есть, по сути, сначала государство не в состоянии обеспечивать экономический рост, а потом оно не в состоянии обеспечивать внешнюю военную безопасность. Это достаточно взаимосвязанные тенденции, потому основной вызов – это вызов некачественного государственного управления. Я бы немножко сделал другой акцент, скорее на экономику. Если экономическая ситуация будет стабильной, соответственно, будет более-менее управляемое и государство, и в военной сфере тоже будет более-менее, скажем так, и перевооружение будет проходить, и модернизация будет проходить. Про это и сам Лукашенко один раз говорил о том, что главный источник угрозы – это экономика, и от этого все зависит, и от этого нужно плясать. В целом, да, и государственное управление. Мы не говорим сейчас про военную угрозу, потому что конкретно такая hard threat, hard security, такая, как мы это понимаем, фронт на фронт, танковые баталии и так далее. Такой угрозы военной для Беларуси не существует на сегодняшний момент. В то же время, ну, постоянно, если включить белорусские каналы, там как раз-таки говорится именно об угрозе вот этого вот кругом враги, коллективный Запад – наш враг, да, и постоянно, ну, собственно говоря, вот фигурирует этот враг. Нет, ну, угроза, она, конечно, есть, потому что кто-то вводит против Беларуси санкции. Это враждебное действие, враждебное действие. Соответственно, и угроза, ее государство акцентирует, потому что задача сейчас показать действительно вот образ внешнего врага, это в том числе очень хорошо помогает для консолидации общества. Ну, в теории. Насколько это получится, опять же, это вопрос к качественной государственной пропаганде, либо некачественной государственной пропаганде. Есть ли сейчас реальные угрозы безопасности, внешние, для Беларуси? Если говорить о военной безопасности, о которой мы сейчас говорим, то нет. Та активность, которая наблюдается со стороны НАТО, она наблюдается уже достаточно давно, с одной стороны, это не так связано с событиями прошлого года, как в том числе и государственные средства массовой информации это представляют. С другой стороны, масштаб той активности в блоке НАТО и в странах Альянса, отдельно взятых странах Альянса, ну, не позволяют говорить о том, что идут какие-то военные приготовления, что мы серьезно можем опасаться действительно какого-то военного вторжения. Что касается безопасности в более широком смысле, то да, угрозы, конечно, есть, связанные с санкциями, с мировым, с тенденциями в мире экономическими, и с государственным управлением, и с расколом в обществе, и так далее, и так далее. Раздел в прогноз не погоды. Эксперты делятся своими прогнозами относительно развития ситуации в ближайшем будущем. Ну, если мы все-таки говорим о внешней угрозе, то нет признаков того, что она появится, именно военная угроза, но, безусловно, экономическое давление, политическое давление, оно постепенно будет нарастать. Беларусь, по сути, оказывается в таком полуизолированном состоянии не только с точки зрения внешней политики, но и даже с точки зрения символических действий. Строительство забора на границе с Беларусью ведут и Латвия, и Литва, и Польша. И, конечно, вот выпадение Беларуси из, назовем это прямо, сообщества цивилизованных стран, это долгоиграющая история, которую мы будем расхлебывать еще очень-очень давно, очень долго. Что касается отношений с Россией, то я не ожидаю каких-то прорывов в ближайшие месяцы, но со временем обострится вопрос создания российской военной базы. Все-таки русские заинтересованы, опять же, по политическим целям иметь здесь эту базу, особенно в условиях того, что трансформация политическая в Беларуси, она практически неизбежна. Мы можем говорить просто о темпах, но тренд он таков. Я бы тут, чтобы не повторяться, акцентирую еще внимание на угрозе пограничных инцидентов, связанных в первую очередь с миграционной проблемой, потому что если появляются новости, там, правдивые, неправдивые, другой вопрос, но тем не менее, когда появляются новости о том, что происходит стрельба пограничниками, над головами, не над головами, но тем не менее, мы в таком одном шаге от каких-то случайных инцидентов, которые могут привести к более таким серьезным политическим последствиям. Конечно, войны мировой вряд ли стоит ожидать после таких событий, но тем не менее, это такая очень опасная ситуация, когда рост недоверия с обеих сторон границ, он достиг такого масштаба, что, на самом деле, такие вот инциденты не могут проявиться. Это вот такая тревожащая тенденция. И второй момент, я бы еще обратил внимание на то, что в Беларуси обсуждается новая концепция национальной безопасности, вот за этим тоже можно последить. Это, конечно, такой документ общеполитического толка и ничего сенсационного там, как правило, нет, но тем не менее, какие-то акценты на то, как Беларусь видит свою собственную безопасность, как она собирается строить эту сферу безопасности, вот это оттуда можно почерпнуть и вот можно за этим понаблюдать. Денис, Андрей, спасибо, что зашли к нам в редакцию. Наши зрители могут оставлять свои вопросы в комментариях. Спасибо, пока. Спасибо.